Милый, я тебя по-прежнему люблю! Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Новая сцена театра «Самар» светилась от мужских улыбок. В зале лучшие представители сильного пола. Мужчины года Самарской области. Сергей Печкуров в педагогике уже почти 20 лет. Сейчас он директор 41-й школы. С каждым годом признается мужчина, любит свое дело все больше. В этом и видит секрет успеха. Он стал лауреатом в номинации «Руководитель». Прежде всего, да, это любовь к своей работе, к своей профессии, любовь к детям и к тому замечательному делу, которое мы делаем каждый день. Акция проходит в четвертый раз. Организаторы рассказывают, в первый год в конкурсе участвовали всего 15 человек. Тогда мужчины скептически к этому относились. Но сейчас все поменялось. И сегодня я вижу, как им это нравится. И мы очень гордимся тем, что такая акция в Самарской области есть. Мы решили, но почему же нашим мужчинам не сделать такой подарок и не показать нашим жителям, нашему подрастающему поколению тех людей, на которых необходимо ориентироваться. В акции шесть номинаций. Глава семьи, благотворитель, профессионал и другие. В преддверии 75-летия Победы появилось новое – опаленные войной. Константин Клюев один из награжденных. В 86-м он отправился на службу, попал в подразделение спецназа и отправился в Кандагар. За плечами у мужчины более двухсот военных операций – снаряды, налеты, обстрелы. Константин Клюев видел многое. Последние 30 лет мужчина занимается патриотическим воспитанием молодежи. Свой первый патриотический клуб он открыл в 88-м. Назвал его в честь событий, которые навсегда остались в памяти – Кандагар. Мужчина воспитал не одно поколение самарцев. Многие из них отправлялись в горячие точки, а по возвращению – сразу к нему. Очень тепло, очень тепло. Я отношусь к ним, как к своим детям. Хотя им уже, некоторым уже за 40. Мне это нравится. Мне очень нравится. Один из моих жизненных принципов – это делать добро. Я, как вампир, от этого заряжаюсь. В этом году в финал акции вышли 51 человек. Инженеры, врачи, учителя, многодетные отцы. Каждый получил заслуженную награду. Мария Ильевна, Николай Епифанов. События.